Есть просто возможность друг друга задать вопросы, получить какие-то ответы. Вопросов у представителей лесозаготовительных предприятий было много. Конечно, в первую очередь они касались сотрудничества с группой «Элим», которые теперь, благодаря открытию участка по производству технологической щепы, готовы покупать у каннских предпринимателей сырье. Сегодня наши партнеры здесь открывали производство, они поставили щепорубительное оборудование, они готовы расширяться. То есть это рубить горбыль и рубить баланс тонкоменный, который не востребован сегодня, либо не будет востребован в будущем. Вот в диаметре от 8, в крайних случаях, наверное, они могут отсортированно от 6 принимать. Это все мы говорим про хвойный баланс, про хвойный горбыль и, соответственно, про хвойную щепу, которая будет поступать нам на комбинат. Как оказалось, у некоторых предпринимателей имеются свои щепорубки, и они готовы не отвозить горбыль на участок переработки, а продавать уже готовое сырье. Однако принимать их щепу группа «Элим» будет не во всех случаях, что вызвало некоторые недопонимания и недовольство. Сегодня у нас стоят щепорубки барабанные, и такая щепа, опять же, и «Элиму» не подходит. Мы готовы даже вплоть до того, что сами грузить щепы, то есть вагоны ставки мы сами грузим и отправляем. Но по большому счету такая разница, то есть как рубленная щепа, в любом случае она измельчается и варится в цивилизу. Представитель братского филиала сразу же объяснил причину. Все дело в том, что целлюлоза варится из щепы определенного размера и качества. Например, содержание коры в ней должно быть менее 13%, а порода дерева должна быть именно хвойная. Конечно, на большинство вопросов, возникших у лесозаготовителей, ответы были получены в ходе совещания, но некоторые все же пока остались нерешенными. Ключевая проблема в сбытии, в логистике. Мы видим, что по сбыту есть сложности. И также мы видим, что железные дороги и другие логистические предприятия поднимают цены, что тогда же делать нерентабельным отдельные виды бизнеса. С другой стороны, мы сегодня были на производстве щепы и видим, что Иркутская область покупает щепу. То есть берут неликвидную дивизию, которая раньше просто выкатывалась на свалку, а сегодня из нее делают товарную продукцию, которая идет на предприятие, из нее делают картон. То есть закрытие одних рынков, наверное, нам дает какие-то другие возможности для реализации. Нам нужно смотреть, как можем использовать все наши возможности, чтобы и в лесу было чище, и бизнес работал, зарабатывал деньги себе и жителям города Каннска, и в принципе всего региона. Что же касается нашего города, то по мнению специалистов, участок по производству технологической щепы поможет Каннску улучшить экологию и избавиться от свала горбыля. Это экологическая проблема Каннска всего. Вообще этот процесс регулируемый, и группа компаний после модернизации производства будет готова покупать больше миллиона баланса и щепы с Красноярского края. Поэтому эта работа ведется, и на примере Каннска мы показали, как это происходит. И как сказал министр лесного хозяйства, Каннский участок теперь является примером, как для местных предпринимателей, которые хотят самостоятельно изготавливать щепу, так и для всего региона, на который можно и нужно равняться. Денис Шабуров, Татьяна Блинкова, Александр Минеев, телекомпания «Каннск», 5 канал.